Здравствуйте! Кисти, палитра, мольберт – непременные атрибуты художника. И происходит волшебство. Пустой белый холст начинает заполняться красками, смелые взмахи кистью, казалось бы, хаотичные штрихи вдруг становятся частицами одного целого и складываются в единую картину. Художник фиксирует момент, мимолетный момент, уделяет внимание мелким деталям, передает настроение. Кстати, не надо рассматривать картину сразу вблизи, мол, как это все сделано? Сначала получаем эстетическое удовольствие, смотрим на всю картину целиком, пытаемся осознать ее, а потом уже можно и поближе присмотреться, разглядеть вот эти самые отдельные мазки, чтобы окончательно восхититься мастерством автора. В студии карт-бланша сегодня Владимир Арепьев, живописец, график, акционист. Владимир Арепьев, заслуженный художник России, живописец, график, организатор художественных акций. В текущем году отпраздновал 75-летие. Он родился недалеко от поселка Епифань в Тольской области. Его отец был умелым гончаром. Полвека назад Арепьев окончил Казанское художественное училище, затем прошел службу в войсках противовоздушной обороны. С юности собирал карикатуры на финансовую тему, но созданный им натюрморт с деньгами так и не нашел своего покупателя. В Калужском пединституте училась двоюродная сестра Арепьева. Однажды она пригласила Владимира на выпускной вечер посмотреть на калужских красавиц. Здесь художник обрел жену Галину, влюбился в старинный город и стал воспевать его уголки на своих полотнах. Арепьевы вырастили сына и дочь, которые подарили им двух внучек и внука. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, естественно, мы задаем вопросы. Конечно же, в программе «Карт-бланш» по-другому нельзя. Вопросы буду задавать и я, и мои коллеги Михаил Борисов, и начинающий журналист Елена Темникова. Легко ли дается художнику творчество, которое позволяет покупать хлеб с маслом? Хлеб с маслом как бы можно покупать легко, а вот купить джип какой-нибудь супер, да, вот это нелегко. Джипы едва не испортили жизнь нашему гостю сегодняшнему, как это было. Вы несколько раз употребили слово «фузинки». Я такого слова в словаре не видела. Расскажите, что это такое. А вы какую-то статистику личную ведете? Сколько всего написано? Не фузинок, картина. Один грамм картины – три рубля. Вы на развес картины продаете? Есть такая поговорка – пусть меня ругают, хвалят, но лишь бы обо мне говорили. Его интересует условность. От природного натурализма он старается отдалиться. Синонимом искусства Владимир Орепьев сделал обобщение. В контравангарде художник уже 30 с лишним лет. Каждый день, перевязав голову лентой, он отправляется в экспедицию по исследованию собственной души. Легко ли дается художнику творчество, которое позволяет покупать хлеб с маслом? Ну, хлеб с маслом как бы можно покупать легко, а вот купить джип какой-нибудь супер, да, вот это нелегко. О каком джипе вы мечтаете? Я не мечтаю. Но вы о нем сказали. Потому что, когда я ездил на Запорожце, я очень много смотрел по сторонам, и на дорогу не хватало времени, я постоянно въезжал в ямы, и у меня супруга была как штурман, у нее была карта, где какая яма, и она говорит, подожди, смотри на дорогу, вот скоро будет яма через 500 метров. Поэтому я с тех пор уже не мечтаю есть. Ну, подождите, это тогда надо как бы законодательно на государственном уровне внести поправки вот в этот самый кодекс, законы, которые рекламентируют выдачу прав. То есть художник, до свидания. Медицинская комиссия, художник, до свидания. Дело-то в том, что джипы едва не испортили жизнь нашему гостю сегодняшнему. Как это было? На этюдах однажды, это было ранее весной, еще были проталины, я писал там в Грабцево, там такой пруд и такой склон интересный, и там ручейки, снег интересный, пятна. Ну, я отошел так метров на 20 и писал. И через какое-то время раздался шум, подъехала пьяная компания, и они начали на джипах по этому спуску спускаться и с другой стороны подниматься. И они, значит, так резко падали в ручей, выскакивали, газовали, шли вправо. Ну, я наблюдал нормально. Но один из них решил поехать влево, а слева я был, в 20 метрах. И он высказал из ручья и на полной скорости мчался на меня. Я подумал, что делать? Ну что, отскочили? Ну, передо мной остановился и говорит, ну, как вам наш отдых? Ну, вообще, это место, которое вы описали, это известное место покатушек, там и машины, и автомобили. Да, немного не писали, поцарапали этими колесами, попортили. А давайте, знаете, что, поясните, пожалуйста. Много разных слов, которые сопровождают работу и информационные поводы, которые художники дают вот нам, как телевизионщикам, радищикам для публикации. Например, на пленэре. И еще один термин вы сейчас сказали. Что эти термины все обозначают? Потому что мы-то произносим это в эфире, но не всегда понимаем и наши слушатели, и зрители, что это. С пленэром давайте разберем. Когда художник работает в мастерской, это не пленэр. Это вот он сидит в мастерской в помещении. У него освещение, окна. А когда выходит художник на природу, это другое освещение, это другая ситуация. Там может быть ветер, там может быть мороз, там могут быть комары, там могут быть пьяные зрители, если в городе пишешь на пленэре. Это первый, как бы начал работать на пленэре, констебль, английский художник. Пленэр – это значит работа на природе. А вы сказали про пленэр на улицах города, допустим, и упомянули прохожих. А вообще, ну вы же на улицах наверняка не только Калуги, но и других городов что-то писали. Да. Наверняка. Насколько, скажем так, граждане, проходящиеся мимо, они просто восхищаются, подходят, дают советы, что-то рекомендуют или там зафиксируйте меня еще. – Такое что-то бывает? – В городе очень разные люди и в разных там утром, вечером, воскресенье по-разному реагируют на художника. И моя задача, когда ко мне подходит человек и говорит, можно я посмотрю? Я сразу говорю, только посмотреть можно, но разговаривать нельзя. И он меня тут же спрашивает, а вы настоящий художник? Я говорю, я же вам спросил вас, не задавайте мне никаких вопросов, особенно таких вопросов, сколько это стоит. – То есть разговоры мешают? – Да, разговоры. Это когда я провожу мастер-класс, то тогда я принципиально объясняю, зачем я пишу, это кисточка большой, зачем маленькая, как, что. Это уже мастер-класс. А когда я работаю, я должен очень сосоточиться на своей работе. И это важно. Вот если я не сосоточиваюсь, то как-то мазки не так ложатся. То есть постепенно-постепенно все теряется, теряется, и вдруг обыкновенно становится. – Есть ли у вас любимые сюжеты, над которыми вы работаете, когда вы ходите на тот же пленэр? И какие материалами вы больше всего любите работать? – Вот с любимыми сюжетами у меня так проблема, потому что вот сейчас прошла моя персональная выставка, и многие зрители отмечали, что такие разные работы, такие разные работы, и сюжеты там тоже достаточно разные. Поэтому вот раньше я как-то делал такие заявления, что все, вот я буду фузинки всю жизнь делать, это мое, это мой юмор. Потом я вернулся к пейзажу, ой, нет, вот теперь я буду этюды писать, а тут появились натюрморты. И я уже никаких заявлений не делаю, и любимых сюжетов у меня нет, и планов у меня никаких нет. Я вот работаю сегодня, вот сейчас. А краски, я люблю масляные краски, в отличие от темпера, например, сейчас акрил появилась, великолепная краска, огромное разнообразие цветов, больше, чем масляных. Но он какой-то такой, как бы суховатый такой немножко вот. – Он трудный для работы? – Да, нет, он удобный, он разводится водой, там, все, можно пастозно им рисовать, можно лисировать, очень удобный. Но масляные краски какие-то живые, они вот светятся, видимо, в них же присутствует масло, оно там между слоями, как бы свет виблирует. – Какое, кстати? – Масло? – Да. – Ну, краски делаются на леном масле, вот. Поэтому вот я, как бы, больше люблю масляные краски. Но когда устаю, я беру пастель, беру карандаши для разнообразия, чтобы прочистить мозги, разные использую для отдыха. – Упомянули персональную выставку. На этой персональной выставке большинством голосов картина «Возвращение», вот этот кораблик, который у нас на видеостене, был признан лучшим. Эта картина была признана лучшим. Есть отзывы, которые были оставлены в книге отзывов о этой вашей выставке. И, как пример, отзывы известных калужан Юрия Убогова и Андрея Убогова. Юрий Убогий. Володя, очуметь, дай бог тебе работать долго-долго. Юрий Убогий. Андрей Убогий. Володя, ты не художник, ты волшебник. Пусть твой синий зонт всегда украшает Киевку. Мы рассказывали о мольберте, стульчике, кистях, красках, палитре. Но еще синий зонт сопровождает всегда Владимира Александровича. Почему Киевка – любимое место? Я очень много пишу именно на этом Киевском овраге. И там в Грабцево на пруду, из которого вытекает этот ручей. Мне удобно туда ездить. Я езжу на троллейбусе до конечной, и там иду пешком. А они там все время делают зарядку, гимнастику, гуляют. И подходят, разговаривают со мной. И иногда такие мимолетные какие-то фразы, поскольку они образованные люди, и не в теме немножко, мне очень помогают. Я прислушиваюсь к этим советам. То есть есть калужане, которым можно задавать вопросы, когда вы пишете очередную работу. Ну, они, конечно, извиняются там тысячу раз. Ну, я понимаю, что, вижу, что они не могут не спросить просто. И когда есть хорошие отношения, думаю, ну, что надо разговаривать. В конце, потом, когда я их еще увижу, да. Поэтому отвечаю, конечно, на вопросы какие-то, да. Отходишь какую-то ненужную доску, отходы, да. И на ней что-то надо нарисовать отходами краски. Наклеиваешь какие-то остатки тряпок, там, еще чего-то, кисточки старые, там. Все это отходы. Я это обозвал направлением фузинки, эти работы. Вот как бы слово фуза. Вы несколько раз употребили слово фузинки. Я такого слова в словаре не видела. Расскажите, что это такое. Ну, вот фузинки я обозвал вот эту технику. И в результате этой техники получаются эти работы на случайных горбалях, на пилах ржавых, там, или на крышках, на крышках от бочков каких-то, стиральной машины, крышках. И после работы остаются вот здесь вот краски смешанные. Они уже завтра не могут быть использованы, потому что они засохнут, завтра будет другой сюжет. Но это фуза называется. Вот она всегда остается очень много после работы. И художники это очень любят, фузу. Всегда ее куда-то приспособить. Я вот в какой-то момент понял, как такой деревенский прижимистый мужичок. Я ее начал намазывать на какие-то вот досочки, там, горбылики. И вот каждый день туда намазывал, намазывал. И вдруг я увидел, как вот, когда в детстве там спишь на печке и на доске смотришь, там разные сюжеты возникают в этих фактуре досок. И я начал видеть какие-то сюжеты. Брал кисточку, начал их фиксировать. И уже потом выскабливаю фузу. Я уже в сюжет ее как бы писал. И это все обозвал я фузинками, чтобы зафиксировать, как вот это фузинки. Вот это такое придуманное мое слово. Ну, мы сейчас видим палитру. И видим около Дмитрия специальную такую доску. Украшенную. Да, это просто доска, чтобы вы понимали. Ну, она обработанная, конечно. Грабли еще какие-то. Что? Там какие-то вот грабли вверху. И, да, и грабли. Я потрогал. Ничего. Да, можно. И натуральные грабли, которыми листву обычно сгребают. Вот, я так помню, это а-ля волосы. Прическа. Ну, вот с этой работой произошла такая история. Я когда делал выставку в Доме музыки персональную, там был такой специальный угол выделен. И было написано, что приносите художнику все, что вам не нужно, он эти вещи расписывает и превратит в шедевры. Ну, и мне принесли среди прочих вещей, там, горболей, грабли для листья согребать. Я подумал, ну, грабли-то как я буду раскрашивать? Ну, поскольку я фузист, я все честно принес в мастерскую. Они лежали, лежали. И в какой-то момент я посмотрел на них и подумал, так это же сгерошенные волосы. Я ее прибил, поломал, пассатижами погнул и написал автопортрет с такой вытянутой шеей, удивленной, и вытрученными глазами. И он называется «Что это я такое рисую?» Вот фузовое творчество, оно мне тоже... Я уже вот там, как бы, 15 лет не делаю фузинки так постоянно. Я их раньше делал 20 лет, больше ничего не делал. А теперь я постоянно возвращаюсь, потому что художник-профессионал, у него возникают любимые замеси, любимые форматы, любимые композиционные темы. А когда мне кто-то приносит, на тебя, Репев, разрешуй вот эту горбель, или вот, как в данном случае, вот грабли, это мозги начинают как бы шевелиться по-живому. И я считаю, что это прочищает мои мозги, и вот с удовольствием я по-прежнему фузу не выбрасываю. Вот смотрите, побывал недавно у вас в мастерской, и вижу тут от гитары... Часть. Часть. Да, да, вот мне принесли, по-прежнему дали всякие такие, вот ты разрешуешь. Тоже скоро превратиться в какое-то полотно, в какую-то фузинку? Ну, не знаю, скоро или не скоро, превратиться или нет, но как бы вот теперь я как бы обязан поработать. Давайте к следующему миру гитары вы представите, вы явите нам эту работу. Ну, если они попросят поработать. Это уже заказка, это уже заказка, это уже заказка, да. Вдруг вдохновение появится, да? Да, вдруг вдохновение, да. Почему с фузинками завязали? Ну, среди прочих причин, видимо, я в деревне родился, учился в школе деревенской, поселковой, и, видимо, когда я занимался стилем УТ, фузинками, я все время периодически ходил на этюды, даже в стиле УТ ходил на этюды в этой условной технике. И, видимо, эта чаша терпения как бы переполнилась, и я сказал, ну, надо еще походить на этюды. Съездил на пару пленеров, где уже просто каждый день пишешь этюды, там, с утра до вечера, там, по два этюда, три этюда в день. И, как бы, у меня все это, видимо, проснулось, и я решил, что, да, надо на свежий воздух пенсионеру, где птички поют. А птички иногда на палитру садятся, так, суслики выскайкивают, смотрят, что тут появилось. На моей территории. И потом же у меня образование очень хорошее, реалистическое. Я кончил Казанское художественное училище, где преподавал когда-то знаменитый фешн. И работы учеников висели на стенах, и мы их смотрели. А фуза – это немножко другое все-таки. И потом фуза – это же остатки краски от работы. Может быть, а, может быть, у меня не стало не хватать фузы. И тогда я начал ходить на этюд, приносить фузу, и стал работать на два фронта. На фузинке вы изобразили своего отца, изобразили свою мать. Кем были ваши родители? Отец – мой потомственный горшечник. А вы какую-то статистику личную ведете? Сколько всего написано? Не фузинок, а картинок. У меня есть каталог, да. Там, ну, примерно за полторы тысячи работ разных, да. А кто еще из классиков, может быть, был вашим ориентиром? С возрастом, уже когда я стала самостоятельно работать, мне стал нравиться Саврасов и Рылов. Один грамм картины – три рубля. Вы на развес картины продаете? Она говорит, ну, у меня вот тут не хватает денег. Я вам отрежу кусочек. Примерно 30 лет назад мы с вами провели творческую акцию на улицах города. Не подскажете, о чем там шла речь? Я иногда бываю где-то там на пленэрах, в других областях. Я так иногда, если попадается, куплю какой-нибудь колокольчик. Ну, раньше это было подключено, но теперь это вот просто они у меня все-таки, что декоративно. Это вот трещины. Вот это хорошее. На фузинке вы изобразили своего отца, изобразили свою мать. Кем были ваши родители? Вот у нас отец здесь представлен. Вот отец – мой потомственный горшечник. Я могу даже сказать, что там такая история была. Его прапрадед был, вот как мой брат. Мой брат маленького роста, но очень крепкого телосложения. Вот. И он садился там на любую необъезженную лошадь, и никогда его она не скидывала. И в деревне говорили, ну, прилип как репей, и его никак не скинешь. Ну, и когда начали появляться фамилии, они вышли из кличек. Значит, появилась фамилия репьев, да. И вот этот прапрадед приехали в это селение, ну, ремесельники делать горшки, ну, для местного селения. Они сделали там всё как положено, и двобжих, печку сделали. Вот. И он захотел это делать. И он всё лето стоял, всё свободное время около них, и наблюдал, как они это делают, хотел научиться. И в конце они пошли, его заулажали, и передали ему ноу-хау, который не видел он там, значит, внутри. И вот с него пошли эти ремесленники. И отец, и прадед, и дед, и мой дед, и мой отец, все были ремесленниками. Делали горшки, гончары. А смелюсь предположить, что вот этот горшок тоже сделал вашим отцом? Да, это вот кое-что сохранилось при огромных количествах переездов. Это именно отцовская работа. А потом этот промысл прекратился. Хрущёв запретил народные промыслы, и он ушёл, стал шофёром. А вы какую-то статистику личную ведёте? Сколько всего написано? Не фузинок, картинок. У меня есть каталог, да. Там примерно за полторы тысячи работ разных, да. Ну, я считаю чуды. Рисунки я не считаю. Рисунки, акварели, а только то, что маслом написано. Много у меня работают. Но не все они качественные такие, как бы мне хотелось. Выясняется, что... Какие-то с малых лет, нет? Работу рисую? Да. Когда-то мой отец копировал «Три богателя» Васнецова. Зачем? Ну, он рисовал тоже, рисовал. Копировал зачем? Да, он копировал, ну, для себя. Он в какие-то часы... Ну, ему нравится рисовать. А я бегал под столом и говорил, что я тоже буду художником, там, не уговоряя некоторые буквы. Вот. И оказалось, вот это так и случилось. Скажите, пожалуйста, вот вы назвали фамилию Фешина, вот Васнецов. А кто еще из классиков, может быть, был вашим ориентиром? Менялись ли у вас в жизни тех, кого вы почитали из художников? Вот когда мы учились, у нас была история искусства, да? Мы как бы ее проходили всех великих и европейских, и китайских, ну, больше европейских и русских. С возрастом, уже когда стал я самостоятельно работать, мне стал нравиться Саврасов и Рылов. Вот, у Саврасова грачи прилетели, знаменитая картина, а у Рылова зеленый шум, там еще гуси летят у него. И чем дальше, тем и у Рылов меня начал становиться еще больше, да. В его картинах есть, это такая, простор, необремененность. Ну, потом я решил, что у меня всплыла еще Вермеер, художник. У него была семья, и у него была огромная семья, там, да. И он был потрясающим таким художником, ну, как душевным, скажем так, да. Вот, пожалуй, вот эти три автора, ну, если так вот кратко сказать, вот они до сих пор у меня остаются в сознании, я как бы изучаю их творчество. И что удивительно, вот уже у меня за 70, да, я открываю новые качества, почему эти работы шедевры. Вот, как бы должен был бы знать, но, видимо, наши преподаватели тоже не все знали. Замечаете изменения в своем творчестве? Годы идут, что-то меняется. Ну, вот чисто психологически так меняется, но еще я не люблю повторяться. Вот, даже вот мы сейчас тут говорим, ну, иногда спрашивают, вот вы продаете свою работу или нет, что вы делаете? Вот у меня есть некоторые работы, когда вот наступают периоды, там, ну, вот, там, пять месяцев не покупают, там, девять не покупают. Я думаю, ну, берешь какую-то работу, ты знаешь, что эта работа покупается. И делаешь вариант, не копию, а вариант, да, и выставляешь на рынок, и уже тут тебе, вот, ты ее покупаешь. Но повторять все равно я вот, мне как бы скучно. Я постоянно хочу сделать по-другому, вот, как-то по-новому. Вот даже моя персональная выставка называлась «Лучшее где-то рядом». Вот я вот сделал сегодня здесь, а завтра я хочу не здесь, а вот здесь. И мне кажется, что там лучше. То есть я всегда хочу сделать по-другому, потому что это, кажется, будет для меня более интересно. Меня удивило, что на этой выставке вы провели акцию. Один грамм картины – три рубля. Вы на развес картины продаете? Ну, вот, знаете, есть такая поговорка. Пусть меня ругают, хвалят, обливают грязью, но лишь бы обо мне говорили. И вот еще я был как-то молодым, делал 40-летнюю, по-моему, выставку. Я пригласил там свою хорошую знакомую, ну, скажем так, очень высокопоставленную и образованную. И после открытия она мне сказала, ты что, меня пригласил туда, чтобы я с сафажем стояла? Надо же, чтобы было мне интересно. И я понял, что открытие, если я приглашаю друзей, надо продумать какие-то оригинальные вещи. И вот распродажа на вес, она тоже как бы оригинальная. Там, допустим, одна женщина говорит, я такого никогда не видела. А я ей говорю, ну, вы такое никогда не покупали. Представляете, в вашей коллекции будет куплена работа на вес. Она говорит, ну, у меня вот тут не хватает денег. Я говорю, я вам отрежу кусочек. И это, получается, диалог, который, в принципе, работает как реклама. Земля, красота Земли, закаты, восходы – это такой необъятный мир, такой интересный мир. И мне показалось, что мне стало тесно в этих фузинках, рисуя месяцами одного человека, один там характер. Я захотел как бы большего. И я увидел, что мне пора идти к идеалу. А в природе же все очень гармонично почти всегда. В 86-м году, когда я ушел на пенсию, там вообще где-то, я принял для себя решение – я буду жить, продавая живопись. И отказался от монументальных работ, отказался от заказных портретов. Ну, в принципе, так делаю, но очень как бы редко. И сказать, что творчество покупается стабильно, наверное, просто невозможно. Покупается стабильно то, что известно. Ну, например, в духе Шишкина делай маленькой кисточкой тюк, как дятел. И все равно зритель говорит, ой, как хорошо, все детали сделаны. А еще, наверное, какое-то обоснование к этому придумает? Да, обоснование можно всегда придумать. Как говорят, один говорит, я могу и воздух продать. Поэтому у творческих людей, вот, в кино это смотрится здорово, могу так сказать. Там, Ван Гог, там, это ничего не продавал. А в жизни это смотрится у автора не так здорово. Ну, мне иногда говорят, ну, кто бы жаловался. Ты тоже столько лет живешь и продаешь свои работы. Поэтому, да, как-то удается продавать. Вопросы есть не только у нас, но и у ваших коллег. Дима называл вас акционистом. Пример одной акции мы уже сейчас обсудили. А давайте вспомним еще одну вашу акцию. Пожалуйста, запустите видео. Дорогой друг и коллега Владимир Александрович. Примерно 30 лет назад мы с вами провели творческую акцию на улицах города. Не подскажете, о чем там шла речь и как она называлась? Вопрос задавал Сергей Гришунов, художник, фотограф, заведующий литературной частью Калужского ТИЛЗа. Это была акция «Защитим телефонные будки». Мне показалось, вот эти наши советские большие такие телефонные будки в городе, это часть такой советской культуры. И просто она хорошо смотрится в городе. Это память какая-то. Они как-то с годами не менялись, почему-то, эти телефонные будки. И когда начали появляться такие пластмассовые маленькие навесы над автоматами, я провел такую акцию с Сергеем Гришуновым. Я сделал макет этой будки в формате, поставил там планшет, на котором зрители писали, любят они телефонные будки или нет. У меня был тут плакат тоже соответствующий. Картины висели, народу было много. И, в общем, я защищал телефонные будки. Потом, это была статья большая в газете, телекомпания обсуждала эту проблему и отказались, потому что дорого сказали это. И для них это дорого сохранять эти будки. Но Ника, по-моему, сняла снюжет и продала его в Москву. И на другой день, как-то появилось, что я через день поехал в Москву. Меня там знали во всех галереях. Я так удивился, как работает телевидение. Дим, прости, пожалуйста. А вот после этой акции, что вам было, когда вы себя скотчем к стене приклеили? Идея такая. Зрители постоянно хотят видеть художника. И я считаю, что это очень правильно. Например, если бы я приобретал картину, я бы не хотел, чтобы у меня висела картина, которую нарисовал, например, Чикатило, убийца. Я бы хотел, чтобы человек с открытой душой нарисовал честный, порядочный. Тогда картина эта излучается. Потому что картина – это как часть семьи. Она входит в интерьер, она висит, ее видишь годами, десятилетиями. Ну и я решил провести акцию такую, в виде часов разместил фузинки. А в середине меня, я одел такой костюм жениха, у меня есть там, да. И меня друзья скотчем приклеили к стене. Потом мне убрали табуретку, и я остался приклеен. Я мог швылить только руками и головой поворачивать. Долго висели? Мы когда репетировали, я полтора часа был на стене, это было ноябрь, и вообще ничего не отлепалось, все было нормально. И мы пришли к выводу, что полтора часа – это достаточно для открытия. Но когда началось открытие, и нашло много народу, они надышали, температура повысилась, и скотч начал потрескивать. Я подумал, сейчас он сверху отклеится, а снизу нет. И поэтому я говорю, ну давайте снимайте меня. В общем, это продлилось 45-50 минут. А сейчас вы какие-то акции устраиваете, или время ушло, и вы перестали уделять этому внимание и время? Периодически на выставках, особенно на своих, я всегда хочу что-то… Вот сейчас была эта распродажа на вес. Я думаю, ищу какие-то варианты. Например, я пробовал викторину, пробовал, значит, аукционы проводить пробовал. Вы назвали то, что вы реалист, классическое писание картин. А вот сейчас искусственный интеллект, картины, которые рисует нейросеть, вот ваше отношение к этому? Вы продвинутый пользователь. В интернете вы есть, на сайтах есть, в телеграме есть. Наверное, если по аналогии с театром размышлять, вот говорили, появилось кино, театр пропал. А театр великолепно существует и развивается, и находятся новые и новые формы. Видимо, и с этим, с интеллектом будет… То же самое. Вот и в смысле искусства, наверное, будет то же самое. Художники будут использовать. Вот, например, есть же такое творчество, репродукции, разрезают на части и делают коллажи, которые вдруг совершенно новые содержания. Так и здесь есть коллажи в интеллекте, наверное, могут. В общем, это, я думаю, что открылось, и надо это осваивать, идти дальше. То есть надо идти в ногу со временем. Ну, вы сами пробовали. Нет, я еще не пробовал, но когда я осваивал фотошоп, мне друг сказал, вот ты, говорит, сидишь в день, делаешь один эскиз в картине, да? А вот освоишь фотошоп, ты будешь делать 20 эскизов за полчаса. Осваивай фотошоп. Вот я думаю, что с искусственным интеллектом что-то будет тоже происходить, что художники будут пробовать портрет, посмотреть, как это в искусственном интеллекте, а потом что-то доработать, опять посмотреть. И мне кажется, что это очень интересно, работать в этом направлении. Дмитрий Анатольевич, вы пробуете проэкспериментировать? Да, я хочу попытаться сделать так, чтобы... Ну, давайте в этой передаче Дмитрий Анатольевич, наш крупье... Нет, поскольку Владимир не пробовал, я вот сейчас хочу, чтобы он попробовал в искусственном интеллекте. Опишите сюжет, какой бы сюжет вы бы поручили искусственному интеллекту нарисовать. Ну, вот я сижу под синим зонтом. Весна, есть проталины, но мало проталин, больше снега. Ну, и там деревья, которые весенние без листьев. Ранняя весна, художник сейчас проталины. Проталины, художник под синим зонтом. И на мне одежда рыбака. О, как! А не холодно весной-то при проталинах? Я недавно, вот в этом году буквально... У меня был зимний пленэр в январе, да? И вдруг выяснилось, что я стал мерзнуть. Раньше я не мерз в этой одежде. Ну, я, если можно сказать, иду на этюд, на зимнюю одежду, да? И с тобой еще вяжу зимнюю одежду большего размера. Одеваю поверх, там даже на сапоге одеваю, допустим, целлофановый пакет. Ноги тоже не мерзнут. А тут стал мерзнуть. Я пошел в магазин и выяснил, что, оказывается, есть разница между одеждой охотника и рыбака. У охотника одежда дышит, он же движется. А рыбака, она не пропускает ни воздух, ни воду, ни изнутри, ни снаружи. Я купил одежду рыбака, и я, как бы, теперь не мерзну. Какая искусственный интеллект сочинения? Да все же сочинили, Миша. Ну ты что, давай, да? Все же сочинили. Да, вот, посмотрите, коллеги. Вот, смотрите. Владимир. Страшно посмотреть. Ну, почему страшно? Нет, нормально? Нормально, да. Вот. Такая картинка. Один к одному. Вот, когда я раньше портреты писал, вот, каждый человек – это какая-то планета. Даже лицо настолько не похоже. Вот. А вот что внутри, там, как он реагирует. Вот, вот, я сейчас организовал вечер рисунка, да. Я приглашаю художников, и вдруг я выясняю, я с каждым должен говорить индивидуально, хотя он художник, он должен понимать, что вот портрет мы участника своего рисуем, нет. То есть это такое… Искусственный интеллект, вот, наверное, не обладает вот этими свойствами такой неповторимой индивидуальности. В общем, души нет. В каждом мазке жизнь. Конечно. В каждом мазке жизнь. Так что, если нужна картина, которая будет радовать и не только вас, но и окружающих, то это к художникам, но не к искусственному интеллекту. Упомянули про создание портрета участника СВО. Наши коллеги, журналисты новостной редакции побывали там. Расскажите, а вот трудно ли писать портрет человека, который побывал на войне? Вот мы говорили про настроение в работе, да. Когда представляешь, например, что вот этот космонавт там полгода летал в замкнутом постранстве над Землей, и думаешь, как его рисовать? Вот он же не тракторист, который ездит. А тракторист – совсем другая история. А военный, участник военных действий, он рассказал, как у него была контузия. И после этого рассказа я вдруг увидел, он так сидит, и у него такие живаки по лицу идут. Везде даже он побритый был, да. Везде они так всплывают такими. И это для меня была концепция этого рисунка. Потому что я понимаю, когда он шёл в атаку, или когда его преследовал вертолётом, расстреливал, у него наверняка всё было вспучено. Это влияет на художника отношение к жизни, от того, кого он портретирует. И, в принципе, это и в пейзажах есть. Когда художник делает пейзаж, ну, помните, грачи прилетели, да? Весна, там немножко грязновато. А у Рылова зелёный шум. Деревья, берёзы, ветер, корабли плывут. То есть это всегда важно для художника. Служили планшетистам. Да, планшетист. Расскажите, пожалуйста, что это за военная специальность? Цель там номер 2549. Квадрат такой-то, ну, кратко скажем, да. Я беру такой специальный колондаш стекровых, рисую точку и пишу. Цель 2549. В зеркальном виде напишите, пожалуйста, этот текст. Я только цифры писал. Есть то, о чём вы тужите? Какую роль собака сыграла в создании вот этого полотна? И вдруг я услышал такой истерический крик. Рекс, ко мне! И я понял, что этот Рекс бежит ко мне. Вы тоже служили в армии и работали, служили планшетистом. Да, планшетист. Расскажите, пожалуйста, что это за военная специальность? А я пока приготовлю для вас испытания. Ох, Миша. Нет, ну, слово планшет понятно. А вот планшетист. Я служил в батарее управления. Ну, при командном пункте. Это ПВО. Вот. ПВО. И командир, вот, как, например, сейчас, здесь сидит командир, а здесь громадное стекло, например, 5 на 5 метров, уже стекло толстое. И на нём нарисованы координаты. Ну, как карта, да? Там, где эти меридианы там. И у меня наушники, и мне идёт информация. Цель там номер 2549, квадрат такой-то. Ну, кратко скажем, да? Я беру такой специальный колондаш стекло, рисую точку и пишу. Цель 2549. Потом идёт цель 2549, квадрат такой-то. Я провожу линию, опять кружочек. А другая цель появляется, я опять ставлю, опять её веду. Третья цель появляется, я опять слышу. И вот они без конца повторяются разные цели. Я их веду, 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 веду. И в какой-то момент я всё это пишу наоборот. Наоборот, цифры. А с той стороны командир видит. То есть зеркальное отображение. Да, реально видит. И он в какой-то момент подходит к зоне доступа ракеты. И он говорит, пуск. И разбивает, как он принимает решение. То есть вот это специально спланшетист называлось. И специально туда берут людей, которые обладают каким-то даром художника? Да, когда нас молодых построили в строй, сказали, кто может рисовать шаг вперёд? Ну, вышло там из 50, может, шаг 15-20 вышло. Я думаю, ну, сейчас что-то заставят рисовать. Заходим в помещение, дают плакатное перо и говорят, напишите цифры наоборот. Я никогда не писал. Но я написал наоборот несколько цифр от 1 до 10. Ну, и вот выбрали троих нас. Значит, мы стали планшетистами в батарею. Итак, задание для вас. Вспоминаем молодость. Натальчик дронов. На таком нашем планшете в зеркальном виде напишите, пожалуйста, этот текст. Весь? Ну, давайте первые две строчки. Зеркально? Да, зеркально. Я только цифры писал. А, буквы? Да, цель такая-то, такая-то. Цифры могу все цифры переписать. Ну, пожалуйста, первая строчка цифры содержит. Интересно, какая там. Это правильно. Ага, вот неправильно. Ну, ладно, какая там еще цифра. Да, 2024. 2024. 20, надо было там хорошо писать. Так, 20 я уже пропустил. Ну, 0, так, 4. 7 я неправильно написал. Вот, написал, наконец-то, семерка. Вот. Ну, 8 просто. 9. Да, не так. Как я писал-то? 9. Интересно. Вот. 6. 6. А, 6 просто. Это кажется правильно или неправильно. Ну, а теперь покажите нам. 6. Так, 6 вот так пишется. Да, в другую сторону. А, теперь вам показать. 0, 1, 2, 4, 5, 9, 9, 7, 7, 6. Один вариант нормальный, второй вариант перечеркнутый. Вы с собакой. Какова кличка? Это ваша собака дома живет, на даче живет? И вдогонку вопрос, какую роль собака сыграла в создании вот этого полотна? Ну, про эту фотографию могу сказать, что по молодости, наверное, это все так, я мечтал, что у меня будет дом хороший, усадьба хорошая, будет собака красивая, и главное, у меня будет свободное время сидеть и с ней гулять, ходить. Ну, это как бы мечта, скажем так, да. А что касается этой работы... Ну, мечта осуществилась? Нет, я живу в двухкомнатной квартире, ничего у меня такого нет. Ну, а где была сделана эта фотография? Это не моя собака. Это дочери собака, да. Вот. И что касается этой работы, я пришел, вот как мы говорили, в этот овраг киевский, зима была, я экипировался, все, начал работать. Кстати, я пришел вечером, ну, я специально пришел вечером, когда будет солнце, там мне нужно, чтобы оно освещало определенный мотив. И вдруг я услышал такой истерический крик, «Рекс, ко мне! Рекс, ко мне! Рекс, ко мне!» И он приближался к мою сторону. И я понял, что этот Рекс бежит ко мне. Вот. Вот через какую-то полминуты сверху оврага появился огромный белый такой кабель, появился, и он бежал ко мне прям. Радостно? Решительно. Ну, бежал. Я не помню, какое у него было настроение. Вот. Я думал, что убегать мне поздно. И я не смогу. Вот. И ждал, как бы, что будет с моей судьбой. Он подбежал, остановился. Вот тут удивилось меня. Прям так посмотрел на меня. Спокойно, спокойно обошел вокруг меня. Я сидел, не двигаясь, сзади обошел. И пошел. Там уже хозяйка появилась на бугре. Он спокойно пошел к ней. Подошел к ней спокойно. Она ему сразу ошейник, поводок прицепила. Я понял, что собака не очень воспитанная. И хозяйка мне была не уверена. Но у меня такой адреналин ударил в голову. И я начал писать вот этот этюд. И он вот у меня один из лучших, который я очень уважаю. И я говорю иногда. Это что, Арепев, тебя должна каждый раз собака пугать, чтобы ты хорошо работал? А некоторые говорят, художник должен быть голодный. А меня, наверное, должна собака пугать. Ну, то есть, когда художник творит, это еще и опасно бывает. Да. Вот на этюдах много опасностей. Вот сейчас клещи. А мы же хотим забраться в какую-то интересную часть, чтобы необычный вид. И, значит, вот проблема. Их надо брызгаться. И раз это не действует. И многие художники заражаются. В общем, проблем много у тех, кто ходит на этюды. А собаки? Если вы спрашиваете, ждай, свалка есть, да? Я там нашел место интересное. Вот в сторону свалки едешь. И тут вправо. Там такой лесочек. И с него открывается вид на монастырь через долину. Осень. Красивый пейзаж такой. Я сегодня пишу и думаю, не закончил. Завтра приезжаю. Приезжаю завтра, прихожу сюда. А рядом гора черепов. Этих коровьих. То есть, машина ехала на свалку. Там платить надо? Не доехала. Да, они заехали в кусты, вывалили. И я все же думаю, а если собаки прибегут кушать черепа? А потом подумают, а нафига черепа? Вот художник, мы можем свеженького его тут покушать. И я пошел домой. Ну, были же случаи, когда судьба и Бог спасали вас. Я говорю про вашу работу в Орехово-Зуево. Ну, это, наверное, у всех бывают такие случаи. И у меня тоже. Кроме того, что Бог спас, наверное, тоже нельзя сказать. Это такой станок двухсторонний. Рейсмус называется. Он доску строгает с двух сторон. Я пришел только, устроился с Тойером на завод работать. И там женщина пускала эти доски. Они такие были толстые, 4 сантиметра и широкие. Но короткие, там, метр, наверное. Они-то шли мне в живот, а я брал их и откидывал. Мне это было очень удобно. По технологии это запрещено, чтобы доска шла в живот. Ну, никто не объяснил, как бы, да, мне. Я снова их откидывал. Потом я что-то зазевался. Вот. И вышла вторая доска. И она, как бы, вторец меня села давить. А я ее пытаюсь выбить. Она широкая, толстая, не получается. А сзади меня там буквально... Ну, там было стояние, может быть, полтора метра. Там было забитое кореснаки с окно. Когда длинные доски, они выпускали на улицу туда. Их пропускали. Ну, в общем, меня сложило, как альбомчик, и выдавило туда на улицу этими досками. И если бы это попало в живот, может быть, там, или если бы доски были тонкие, пропорол. А мне попало в кость. И у меня даже там, как бы, я отделался только испугом. Ну, вот память осталась такая, замечательная. Вот это история. Елена. Владимир Александрович, у вас в этом году юбилейный год. И, наверное, вы оглядываетесь назад, что было в вашей жизни, смотрите вперед, что будет. Есть то, о чем вы тужите? О чем печалитесь? Вот с возрастом как-то все больше начал ценить, что же я, когда был молодой, не общался со старшими художниками, не расспрашивал их о жизни. Вот как они, что... Потому что вот по себе я сейчас сужу. У меня столько информации о моей работе, что просто я вот тужу, что мне в свое время как бы мало общался. Я думаю, вот об этом я тужу прям реально. Потому что на моем пути встречались там, ну, и как художники, очень там, академики, у которых можно было много расспросить. Там искусствоведы потрясающие вот у нас преподавали. Ну, а мы только на уроках сидели и уходили там. А с ним надо было посидеть просто так вот, за чаем поговорить, и много бы интересного узнал. Вот об этом я тоже реально. То, что у вас на голове, то и сок, как правильно назвать, вот об этом я хотел спросить. Это непременный атрибут, он помогает. У вас коллекция их, и вы там из своей коллекции разные используете, с разным предназначением. Вот как бы помогает. Вот я в мастерской прихожу и одеваю его. Даже, например, когда я и не работаю, одеваю. И ухожу, снимаю. Вдруг выясняется, что как бы я уже давно не работаю, а я все время ухожу. Как-то это мне нравится. Какие функции могут сдержать мысли, чтобы не разлетелись? Вот раз, может быть, скажем. Есть какое-то медицинское обоснование? Я думаю, что это какой-то фенечка, типа фенечки, который удачу перенесет. Я вот так думаю. Ну, то есть это психоматика, да? Психоматика. Да, и это тоже есть. Как бы отсыл к древним мастерам. Там работали с этим. Ну, функционально волосы может убрать. Потому что художники у нас любят длинные волосы носить. Молодые. Я имею в виду художники. Ну, я вот, хоть и не длинные волосы, но мне тоже нравится. Как-то это помогает заточиться. Я чувствую себя мастером. И хочется же быть мастером. Но у вас их несколько коллекций или как? Да, у меня там их, что, 20. И под настроение, да, каждый? Да. Елена, спасибо с премьерой вас. Вы недавно были просто на месте Владимира. В качестве гостей отвечали на наши каверзные вопросы. А теперь у вас вот такая возможность осуществилась. Задавайте свои вопросы тоже. Михаил, тоже спасибо. И главное, какую картину из наших карт Вадим Александрович сделал? Да, абстрактная. На этом все. Карт-бланш на сегодня заканчивается. Но обязательно будет следующая игра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова